3 миллиона казахстанцев участвовали в ее обсуждении, еще почти 7 миллионов поддержали последние изменения. Она входит в число лучших в мире и в честь ее юбилеев даже выпускали почтовые марки. Все это факты о Конституции Казахстана. В преддверии дня главного закона страны Светлана Пенькова решила вспомнить, как все начиналось. Конституция Казахстана Например, был упразднен Верховный Совет и республика стала не парламентской, а президентской. Конституция 1995 года сыграла прогрессивную роль в смысле того, что принятие законов резко усилилось. Оно было в соответствии с международными нормами, то есть с требованиями ООН, Совета Европы. Мы смотрели туда, особенно на французскую модель. Поэтому я полагаю, что это было очень демократичное, нужное изменение Конституции. Некоторые нормы той первой Конституции спустя годы окажутся очень правильными и нужными. И их добавят к действующей редакции. В частности, после всенародного референдума 2022 года восстановили Конституционный суд, начали переход от фактически супер-президентской формы правления к президентской с заметно усиленной ролью парламента. И главное, все недра вернули народу. Вообще, преобразования 2022 года несомненно войдут в историю, как самые масштабные и самые народные. Конституционная реформа президента Космича Мартукаева, ведь она же на первый план поставила именно права человека, верховерство права. И самое главное, мы стали делать законы, которые до этого мало соответствовали в некоторых параметрах. Именно Конституция как основному закону. Посмотрите Трудовой кодекс, посмотрите другие законы, где в первую очередь должны были защищать их права. Простых граждан нашей страны. Сейчас все законы приводятся более-менее в соответствии с основным законом Конституции. Самое главное, что сейчас взаимодействие государства и гражданского общества стало на первый план. Наша Конституция входит в число 56 лучших Конституций мира. Об этом было сказано в Организации Объединенных Наций. Это очень существенно, потому как признаются демократические начала все. В первую очередь ставятся права наших граждан, здоровье, честь, достоинство. Это очень существенно. За годы независимости нормы Конституции настолько прочно вошли в жизнь казахстанцев, что многим они кажутся сами собой разумеющимися. А между тем, привычное всем бесплатное медицинское обеспечение, обязательное среднее образование и многое другое заложено именно основным законом. Эти нормы защищают наши права на спорт, образование, на медицину, культуру и искусство. У нас стало по-настоящему хорошо. И это в том числе, что Конституция работает. Спасибо за это. Конституцию Казахстана периодически критикуют за то, что, в отличие, например, от американской, ее уже столько раз изменяли. Но, по сути, каждое новшество адаптирует страну к изменившимся мировым реалиям и отвечает на отчаяние и надежды граждан. Наша Конституция стала не архаичным сводом правил, а живым законом со своим духом. Свободным и справедливым.